Всем привет, коллеги! Как пользоваться посудомоечной машинкой? Для начала, коротко об устройстве. Посудомоечная машинка моет посуду только благодаря вращению вот этих лопастей. Из них пьет вода, которая и очищает всю посуду от грязи. Вот, такая лопасть есть на второй полке снизу, на самой нижней внизу и прикреплена кверху. Здесь находится отсек, куда скапливается мусор. И его время от времени нужно вычищать обязательно. Вот. Как собирать посуду? Верхнюю полку мы обычно используем для приборов. Приборы важно складывать на небольшом расстоянии, чтобы они хорошо обтекали водой. Когда они 100% будут чистыми. На второй полке мы складываем тарелки. Маленькие. Вот так. И стаканы. Эти стаканы крайне высокие. Их лучше ставить сбоку. Точно так же, как и вот такого плана. Иначе, если поставить их посередине, они будут соприкасаться с верхом и могут некачественно помыться. Поэтому ставим их сбоку. Такие уже можно ставить посередине. Очень важный момент. Вот эти стаканы мы не моем в посудомоечной машинке. Иначе у них затекает вода и остается вот такой конденсат внутри, который уже не вымывается. То есть этот стакан непригоден. Вот эти стаканы мы так же не моем, потому что они очень хрупкие. Под давлением воды и температурой они могут лопнуть. Все остальные стаканы можно мыть. Чайники обязательно очищаем от жмыха. И разбираем полностью. То есть вот основная часть, колба и крышечка. Очень важно, чтобы носик чайника не проваливался в сетку. Иначе он может затормозить форсунку, и она ничего не сможет помыть. Сеточки из этих чайников вынимать необязательно. Даже если они выпадут, они останутся на донышке. Мешать они не будут. И на нижнюю полку мы складываем тарелки. Очень важно при складывании посуды не допустить того, чтобы какая-либо из частей попадала между решеток. Иначе она будет тормозить работу форсунки. Это может быть, например, тарелка для каши. Вот она есть. Если вы поставите ее вот так, вот, она попадает сюда, форсунка крутиться не может. Соответственно, она не сможет помыть нижний слой тарелок. И они будут у вас грязными. Поэтому, когда ставим тарелки, особенно, у которых есть ручки, или любую другую посуду, которая есть в упирающей части, ставим ее так, чтобы они стопроцентно не провалились. Как помыть колбу для десертов? Катрину, глаше, как хотите, так и называется. Первое правило. Она всегда стоит с краев. То есть на самую крайнюю часть, вот на эту, ставим ее широкой частью в сторону стенки. И вот эту витрину ставим максимально близко. Вот так. Этого достаточно. Они помоются качественно. Вода будет обтекать и изнутри, и снаружи. Спасибо за внимание.